Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунстер Д6. И в этой серии я буду покупать нового героя. Как мы уже накопили-то, 6000. Я даже не заметил на самом деле, как это произошло. И я хочу купить кого-нибудь нового. У нас осталось всего 3 героя. Но в этот раз я хочу купить именно Адмирала Бриккел. За 5000. Так, сразу же берем. Это, ну, первая водная такая вот обезьяна. Ну, причем, знаете, если так посмотреть, то она же единственная, как бы, вообще водная обезьяна. Для проверки силы нашего Адмирала, наверное, выберем какую-нибудь водную карту, на которую я тем более еще не играл. Так. Слушайте, давайте попробуем затопленную долину. Я, правда, я еще даже не смотрел, что она из себя представляет. Ой, надеюсь, что все будет хорошо. Если честно, немного страшно, потому что, если так посмотреть, то карта очень маленькая. Тут всего лишь вот такая вот линия. И с двух сторон сразу же идут. Понятно. Так, тут, значит, столько водных можно ставить. И, наверное, воздушных. Обезьян. И если вот посмотреть на такие горы, вершины, то, похоже, здесь еще могут поместиться снайперы. Да, вот реально, вот здесь можно еще поставить несколько снайперов. Это тоже неплохо. Мне кажется, мы будем всем этим пользоваться. Так. А пока что мы добавим все-таки два подводника. Куда-нибудь поближе. Вот сюда. Так, у нее на третьем уровне дается морская тактика, которая значительно, но ненадолго ускоряет атаку. Брикел и водных обезьян поблизости. Угу. Это полезно, на самом деле. Я тогда вот почитал. И лучше реально ставить тогда этих обезьян в ее радиусе. Это полезно. Это хорошо. Конечно, на последующих уровнях, ну, ближе к последнему, я не помню точно, какой по счету, а должен усиливать уже все обезьяны водные вне зависимости от нахождения в радиусе брикел как раз-таки. То есть, как бы, если мы даже вот поставим вот сюда какую-нибудь обезьяну, она тоже должна усилиться. Пока что у нас вроде бы нет никаких проблем, поэтому давайте я лучше поставлю банановую ферму. Так как я все-таки понимаю, что это довольно-таки опасная карта, и лучше здесь запастись деньгами как можно раньше. Все-таки будем действовать наверняка и прокачиваться как можно лучше, чтобы все пройти. Так, пока что у нас вроде бы идет все неплохо. И на самом деле мне было бы интересно потом пройти как-нибудь эту карту в Чимпанзе. То есть, это ведь реально интересно, но при этом и сложно то, как можно без денег дополнительных вот пройти эту карту. Так, прокачиваем пока что. Вроде бы у нас справляются, даже если совсем чуть-чуть пройдут, это не так страшно. Это норма. Сколько тут надо до рынка? 3130. Ну да, так-то немало. Ну и карта сама по себе-то сложная. Чем сложнее карта, тем там дороже все стоит. Сама карта по себе дороже. Ой, сложнее. Ну и зато и награда больше. То есть, прокачивание карты мы прям получим аж 800 монет. 800 долларов. Это прям здорово на самом деле. Неплохо. Кстати, вот, что-то, что-то пропадет. Вы посмотрите, у нас хп-то уже не так много. 37 всего. Так, давайте я вот так вот все-таки нам прокачаю. Вот, пускай вот так будет. У нас этот флибустер будет ведь и камуфляж, и пробивать свинец. И от этого вот уже немного попроще. Но все равно немного страшно было. Опять проходит. Я так думаю, нам еще вот с другой стороны надо будет поставить на всякий случай. Флибустера вот так вот прокачать. Тоже сделать так, чтобы он увидел камуфляж. И от этого будет намного уже лучше. Не получится пока что нам поставить рынок. Точнее, вот докачать до рынка. Потому что нам надо усиляться. А то 36 хп уже. Это реально опасно. У нас получается 30 раунд. А уже как бы скоро муабы. Первые муабы. Опасно. Так. Ну и сейчас у нас вроде бы более-менее все наладилось. Совсем чуть-чуть могут вот проходить. Поэтому будем тогда копить на рынок. Точнее, как мы уже, собственно, накопили на него. И теперь он хотя бы нам будет восстанавливать какие-то хп. Потому что... Ну страшно. Реально как-то страшно. 37 хп, это как бы никуда не шло. Так. Прокачаем, чтобы у нас подводник видел радиусами других. Очень полезная на самом деле прокачка. Мне она прям максимально нравится. Она очень удобная и очень стильная. Так. Давайте я еще добавлю двух подводников. Пускай тоже помогает. И пускай тоже будут видеть радиусами других. Обезьян. Это тоже очень полезно. Чем больше, тем лучше. Тем более, сейчас уже 36 раунд. Будем копить деньги на пушки. Так. Всем сразу бы сделаю по две пушки. А двум подводникам я постараюсь даже прокачать до трех пушек. Не знаю, успеем ли мы накопить или нет. На самом деле. Ну... Вроде должны, да. Как бы нет никаких таких трудностей. Уже даже... Одна есть странная пушка. Это нам очень сильно облегчит наши нужды. Тридцать девятый раунд. Скоро первый мап. Будем использовать, конечно же, скилл нашего адмирала. У нее уже восьмой уровень. Нанесла 3000 урона. Неплохо. Так. Все, усиливаем. Так. С усилением, кстати, прям нормально все идет. Давайте тогда сразу же буду ставить. Нам еще рынки нужны. Нам еще рынки нужны. Больше денег. На данный момент, мне так кажется, наши обезьяны должны справляться со всеми трудностями. По крайней мере, несколько раундов у нас на это есть, чтобы прокачаться, чтобы идти дальше. Так. Все. Теперь два рынка. Сразу же готовимся к третьему. Ой, так радует. Пока что, на самом деле, вроде бы, справляемся. Но все равно опасно. Правда, опасно. Надо смотреть все, следить за всем. ХП тоже постепенно начинают копиться. Уже хотя бы 50. Не 36, как было в самом начале. Так, давайте мы еще поставим один рынок. И начнем уже прокачивать наших обезьян дальше. Потому что нам что-то пробило резко. А пробило-то немало ХП. Что-то прям такое себе. Так, все. Четыре рынка есть. Теперь идем дальше прокачивать. Так. Кого бы нам тут поставить? Если честно, пока что я лучше уберу скорость. Потому что мне немного страшно. Что тут вот такое вот происходит. Так. Сюда обставим подводника. Сюда обставим подводника. Так. Ладно. Опять ускоряем. Взрывчатые дротики. Ой-ой-ой. На самом деле опасно. Но я лучше подожду до... 50-го раунда. Пока что не буду так вот использовать скил. И вроде бы уже у нас дела будут обстоять получше. Потому что несколько обезьян прокачаны. Мы уже даже сами теперь можем справляться с мобом. Даже не используя скил. Это очень здорово. Так. Давайте я тогда... Вот сюда поставлю подводника, которого наверх, наверное, мы будем качать. И сюда надо будет еще одного поставить. Как дополнительная защита. Что, пускай. Чем бы нет. Так. Фу, тут справляемся. Тут тоже справляемся. Идем дальше. И сейчас, наверное, еще пару уровеньков сделаем. Так. Вроде пока что живем. Все 4 раунда уже. Пережили. Ой. Новый уровень дали. Я аж испугался. Блин, классно. Плюс новое обезьянное знание, которое мне как бы очень нужны. Хочу их уже наконец-то все открыть. Потому что они прям много нам бонусов дадут. Сильно нас усилят. Обезьянное знание я вообще всем советую прокачивать. Особенно, знаете, советую вам почитать немного. Разобраться. Какие вам нужны в первую очередь. Потому что там есть очень много полезных. Очень много классных. Но иногда по линии можно просто на рандоме выбирать. А это немного не то. На самом деле. Так. 58 уровень. Раунда. Сейчас поставим еще один рынок. И будем копить на прокачку. Так. Все, оживем. Очень страшно. Я бы, знаете, на нашем месте бы поставил обезьяну снайпера. Вот так вот. И вот так. Да мне очень нравится такая прокачка. Она очень хорошо усиливает. Прям снайпера начинает много урона наносить. И еще я бы на всякий случай прокачал одного поверху. Чтобы он вечно их станел. Так. Можно я мину поставлю? На всякий случай. Мне очень страшно. 63 раунд. Он очень опасный. Так. Откатывайся скилл, пожалуйста. Так. Он должен вроде бы откатиться к 63 раунду. Потому что на нем прям вылетает обычно много шаров. И это страшно. А тут тем более такая карта маленькая. Я не знаю, как это все будет работать. Опа. Мина взорвалась. Так. Тут нам чуть денег не хватает. О. Справились. До сих пор 62 раунда. Мне уже... А. 63. Так. Усиливаемся. Фух. Мы справились. Ну, было на самом деле правда опасно. Вы могли это только что заметить. Поэтому... Мы должны дальше укрепляться. Дальше идти. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вот с этим мы бы уже точно не справились. Так. Давайте сейчас подумаем. Посмотрим. Потому что я хочу пройти вот эта затопленная долина. Видимо, нам придется продать рынка 2 на всякий случай. Чтобы улучшить у нас тут все. Так. Ставим мы тут сразу же, наверное, сюда. Сюда. Вот три пушки. Тут. И можно еще, наверное... Так. На тройную пушку тут немного не хватает. Вот все теперь хватает. Давайте усиление я использую. Правда, я не знаю, как у нас тут со вторым получится или нет. Блин, опасно. Тоже получилось. Вау. Фух. А тут же три волны, да, по-моему? Да, три волны. А с третьей чё? И с третьей справились. Ооо. Я теперь доволен. Еще классно, что у нас вот есть снайпер, который так вот останавливает. Это очень полезно. Так, давайте я верну хотя бы один рынок пока что. Давай, 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 давай. Все. Теперь у нас хотя бы семь рынков. На всякий случай. Очень полезно. Смотрите, как тут окружают все адмирала. А адмирала покашет. Он у нас сейчас больше нужен для усиления. Других обезьян. Вот давайте вот так вот используем скилл. И действительно прям усиливается. Очень хорошо идет. Так. Еще рынок теперь у нас есть. Мина там афкашит. Ей нормально. Ну, на всякий случай, это знаете, это как подстраховка. Пускай у нас будет. Пока она действует, кстати, у нас вторая тресалась. Можем еще поставить. Ой, там две теперь. Блин, прикольно. Так, давайте я тогда сразу же нам еще одну поставлю. Еще один рынок поставлю. И будем уже тогда копить на прокачку. На усиление вот это вот все. Это нам прям надо. Кстати, как она изменилась? Мне прям очень интересно. Если честно, я прям разницы никакой почти не заметил. Хотя, может быть, она есть. Блин. Это надо быть внимательней, чтобы все увидеть. Так, давайте теперь буду бронебойные дротики, наверное, прокачивать. Это усиление тоже очень нужно. Специальные бронебойные дротики наносят больше урона и лучше пробивают. А также наносят дополнительный урон шарам класса Муа. Это как бы то, что у нас сейчас будет летать постоянно. Офигеть. Я прям как в воду смотрел. Вы понимаете, я только сказал об этом, они сразу же как рванули. Так. Еще вот здесь бронебойные дротики. 72-й раунд. О, 73-й уже. Пока вроде бы мы выживаем. Вы видели, как мы только что красный дирижабль уничтожили? Очень быстро. Но это, конечно, все-таки их заслуга. Адмиралов Брикел пока что нормально. Так, что поставим на жильский случай. Блин, ну она реально. Смотрите, как у нас подводники мечатся из стороны в сторону, а она просто АПК. Вот такая, да, почему бы нет. Так. Вот, теперь у нас есть все в них. Все в этих бронебойных дротиках. Поэтому я, наверное, поставлю еще два флип-бустьера. Где-нибудь вот здесь. Они все равно попадают в радиус ее. И будем прокачивать их по верхней линии. Чтобы нас там авианосец и забыл. Забыл. Точно ли он так называется? Но он тоже очень полезный, как по мне. Да, авианосец так и называется. Ой. Немного опасно было только что, но мы справились. Так. Вот так бы я бы еще сделал. И теперь будем вот этого еще прокачивать. С двумя авианосцами будет прям все у нас хорошо. Немного усиления на всех случаев использовал. Она ведь как бы время от времени тоже урон наносит. Это здорово. Хотя толком она ведь не попадает в радиусы. Ой. Фу. Мы справились. Хотя опасно было очень. Я аж испугался. Так. На всех случаях скиллы держу на готове. Нам надо бы еще один авианосец прокачать. Фу. Так не надо меня пугать резкими звуками. Во. Теперь с двумя авианосцами будет еще получше. Она тоже такой неплохой урон наносит. Остановитесь. Хватит меня так пугать. Меня к этому жизнь не готовит. Зачем такое делать? Так. Давайте. А тут что снайпер? Почему здесь снайпер не ставится? А вот тут на краю ставится. Так. Еще одну увечья мапп сделаем. Почему бы нет? 79 раунд. Почти последний. Так. Ну и все. Я так думаю мы точно 80 раундов пройдем. Потом мы конечно еще дальше немного пройдем. Посмотрим что у нас тут получится. Во. 80 раундов пройдет. Так. Давайте усилимся. И все. Прошли. Победа. Убийца БФБ. Пробито 32 шара БФБ. Один звезда. Кстати. Адмирал. Офигеть. Адмирал. Так. Вольная игра. Ничего себе. Если честно. Я не знал что она у нас будет обезьянной звездой. Потому что как бы она же зачастую в радиус это не попадала. Тут так выходит. У меня сейчас чуть усиленная атака. И увеличен радиус сброса морской мины. Это как? Вот сюда вот поставим мину. Она уже взорвется успела. Так. Здесь еще усиление мы используем. Только единственное что мне интересно как у нас будут справляться с ДДТ. ДДТ это реально это опасно. Я хочу командира подводников прокачать. В радиусе действия это значит нам надо вот. Ну вот по какому нибудь вот этого прокачать. И все. И теперь должно быть нормально. Усиление. Прям много тут на самом деле подлога. Так у нас накопилось. Потому что все будет хорошо в этом плане. Но насчет ДДТ я реально сомневаюсь. Потому что это же надо видеть и камуфляж. И при этом еще и свинец пробивать. А я не знаю пробивает ли свинец сейчас у нас подводники. Ну я вижу что... Но справляемся мы реально сейчас хорошо. Нет никаких таких трудностей. Стреляем и стреляем. Я бы еще флагманский авианосец прокачал. Тоже очень полезно. Сейчас будет прям много урона наносить. Вы посмотрите как. Нормально. Сейчас у нас 100% адмирала перегонят. Тут уже как минимум вы посмотрите 50 тысяч. У нас адмирал нанес 44 тысячи. Но это тоже очень хороший урон. 88-й раунд. Уже готовы сбояться. Потому что ДДТ скоро нас настигнут. Можно конечно еще попробовать прокачать снайперу повреждения моб. Чтобы больше наносить им урона. В чумбе нет. Тоже прикольный такой скилл. Дочнее как скилл. Это же пассивная возможность. Способность. Вообще. Так. 90-й раунд. Сейчас посмотрим. Они уже сейчас должны полететь. Так. Уничтожили. Офигеть. Но это вы понимаете. Это в основном все благодаря снайперу. То есть вот. Прям. А если мы вот так вот сделаем. Подождите. Я тут хочу посмотреть. Сдувать шары. И вертолет обратно ко входу. А тут вот. Значительно ускоряет вертолет. Давляд несколько ракет. И мощный пулемет. Может вредиться в шары. Давайте попробуем что-нибудь прокачать. Вот. Посмотрим. По крайней мере. Поставим куда-нибудь вот сюда одну. Я бы еще бы наверное один такой вот вертолет сделал. Его уже стоять вот на этом месте. Посмотрим. Будут ли они останавливать те ДДТ. Было бы реально так полезно. На урон мы их не смотрим. Потому что они у нас тут установлены не для этого. Так. Вот давайте тут еще. Нашли случай. Кстати мину можем поставить. Нормально. Прям хорошо идет у нас весь экран в дротиках этих. Ну что поделать. О. Уничтожаем. Нормально. Я кстати не понял там застопорился ли. ДДТ или нет. Давайте еще командир Каманчи наверное все таки сделаем его. У нас деньги идут очень хорошо в этом плане. Так давайте тут еще этот скил используем. И на данный момент прям нормально справляемся. Конечно только что немного было трудно. Так как у нас тут. О. Вы посмотрите. Она теперь золотая. Вот теперь я прям вижу разницу. Мегамина наносит намного больше урона. И останавливает шары на более долгий срок. Классно. Ну посмотрите. ДДТ пролетело. Ммм. Ну ничего страшного. Так. Башня размещена в дроте. Четыре шаров пробита. Один миллион триста тысяч. Получено денег сто семьдесят две тысячи. Используемые способности девятнадцать. Как бы мы завершили то что хотели. Это я уже тут просто смотрел. Я сразу же был готов уже проиграть на девяностом раунде. Потому что эти ДДТ. И их боюсь. А теперь давайте. Наверное отправимся в песочницу. На какую-нибудь. Давайте остров лотоса. Тут сложный. И я так хотя бы посмотрю. Что из себя представляет. Что никак будет меняться отдельно. Наш адмирал. Так. Вот он тут. Давайте даже почитаем его таланты. Тут морские мины лучше пробивают. Морская тактика усиливает пробивание. И позволяет обезьянам в зоне действия бить по всем шарам. Кроме камуфлированных. Усиливает урон от атак морских мин и пистолета. О, вот здесь кстати вы заметили. Тут флаг появился и пистолет увеличился. На седьмом уровне повышает дальность атаки из-за сечения камуфлированных шаров. На восьмом уровне морская атака позволяет обезьянам, на которых она действует, бить по камуфлированным шарам. На девятом морские мины наносят больше урона. О, вот тут реально тут корабль изменился. Если честно я не успел запомнить прям насколько сильно, но у него цвет поменялся и он как-то стал выше. Но мегамина это мы знаем. Потом на одиннадцатом уровне повышена скорость и частота сброса морских мин. На двенадцатом повышена скорость и урон пистолета, атаки и урон в морских мин. На тринадцатом ускорен откат мегамина. Я впутаюсь. На четырнадцатом у нас продлено действие морской тактики. На пятнадцатом усиленные морские мины поражают большую площадь и наносят урон черным шарам и снимают камуфляж на шестнадцатом. Чуть усилена атака и увеличивает радиус сброса морских мин. На семнадцатом морские мины наносят намного больше урона. Потом мегамины откатываются еще быстрее. Морская тактика влияет на все водные башни повсюду. И тут уже на двадцатом мегамин наносит намного больше урона и останавливает шары на более долгий строк. Вы посмотрите, как она классно выглядит на двадцатом уровне. Прям реально такая очень крутая. Давайте посмотрим, как она тут будет справляться. Вообще затестим. Так, наверное, количество я выберу побольше. Чтоб пятьдесят хотя бы. А посмотрим, на самом деле справляется ли она с камуфляжем. Да, она реально, она сам по себе видит камуфляж. А вот этот вот... Да. То есть все нормально. Мины могут пробивать камуфляж. Свинцовый даже. Так, вот давайте еще вот посмотрим. Вау. Прям на самом деле большой урона она наносит. Так, давайте тут это мы убираем. Как он ее... Ой-ой-ой. Чуть я перестарался. Ну, кстати, вы заметили? Я поставил пятьдесят обычных мобов. И прошло где-то всего три. То есть она очень много уничтожила. Так, давайте посмотрим, как вот эта вот мина работает. Лучше один шар сейчас отправим. Красный. Посмотрим, что тут. Ну, она ему прям слой пробила. Так, давайте, если мы на зеленого отправим, на зонга, может, ему тоже слой сразу же пробьется? Да, действительно, ему сразу же слой пробивается. А вот этот вот скилл, он же ее тоже должен усиливать. Только что-то я его криво использовал. Тут еще плюс вот мину на всех случаях поставил. И она прям нормально справляется. Так, что у нее с ДТТ будет? Плюс усиление. Ну, вот надо накопить побольше вот таких вот мин и еще мега-мину на всякий случай. И тогда она прям... Ну, она действительно, она может справиться. Это классно. Нет такого, что ей очень тяжело. То есть, вот видите? Ну, и тут шары, правда, проблема, потому что... Мега-мина просто разбивает этот слой, к сожалению. А если мы отправим тебя... Ты что, может, тебе тоже слой собьется? Ну, вы посмотрите, ему очень много нанеслось урона. Так, я опять зря этот скилл заюзал. Так, он стреляет. Сюда вот. То есть, достаточно 2 мега-мины. И мы разбиваем фиолетовый дирижабль. Вы понимаете? Это очень круто. Всего 2 мега-мина. Это... Ну, действительно, это мало. Так. Тут вот еще делаем. Ну, и получается очень хорошо. Очень большой урон. Мега-мина это действительно вещь. С учетом того, что у них сейчас очень такая быстрая... Ну, очень быстрая откат. Очень много урона она наносит. Ну, классно. Я посмотрел, что она из себя представляет. И на самом деле, она действительно очень полезна. Это обезьяна. Ее можно использовать на водных картах, где, ну, тяжело кого-то другого сделать. Но герой полезный. Ну, если честно, я не знаю, буду ли я ее часто использовать. Потому что все-таки есть те герои, которые мне больше нравятся. И даже сейчас я вот посмотрел на нее, и как-то... Ну, нет у меня такого, что она самая сильная. Все равно мне как-то Сауда Адора больше нравится. Бенджамин очень классный. Пси мне тоже очень нравится. Поэтому делайте свои выводы. Напишите, как вам наш этот герой. Как Адмирал Бриккел, по-вашему, командир флота. А на этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!